Ну что, 10 мячей такое, серьезное поражение, и тем не менее, как на душе, насколько расстроены? На душе кошки стрекут, это очень обидно. Я считаю, что мы не должны были так играть, и это не наше, но мы можем намного лучше, и мы могли выиграть, что мы можем. Намного силы. С Астраханочкой до конца была равная игра, а Кубань настолько сильнее, а Астраханочка, на ваш взгляд? Нет, Астраханочка выиграла Кубань в прошлой игре, и просто мы лучше сыграли в защите с арбукой, а сейчас проводились, и нападение, и защите, я считаю. Ну, вот в какой-то момент счет сравняли, да? Почему не получалось, да, счет так? Я не знаю, у нас какие-то перепады, мы покажем такая команда, которая, ну вот, не можем, мы что-то найти такую игру, чтобы мы ее выигрывали, и это все не потеряли. Мы то хорошо играем, потом проваливаемся, опять хорошо играем, догоняются. Если все-таки искать какие-то плюсы в сегодняшней игре, на ваш взгляд, какие они есть? Нет, мы провалили, я считаю, что мы провалились. Спасибо. Ну, играли не так, как хотелось, очень много пропустили, и когда-то не возвращались в защиту, совершали какие-то необдуманные действия, и девочки из Ставрополя сразу возвращали нам голы на быстрых атаках. Нет, ну, тем не менее, плюс 10, вы удовлетворены? Ну, конечно, любая победа – это удовлетворение. Нам надо сейчас готовиться к следующим играм, и такая большая победа внушает какую-то уверенность. Вам послезавтра играть Еврокубок, минус 7 вы проиграли в первой игре. Сегодня как-то пытались сберечь силы? Нет, не пытались, наоборот, пытались что-то наигрывать на будущем матче, что-то пробовать, отрабатывать то, что не получилось в игре с Венгрией, чтобы исправить ошибки в следующем матче. Вы успеете восстановиться? Ну, будем надеяться, что успеем. Как считаете, вы со Ставрополем-то уже не первую? Эта команда растет? Конечно, эта команда очень, так можно сказать, непростая. Ее нельзя недооценивать, она всегда борется до последней минуты, и если дашь чуть-чуть слабину, они сразу догонят и укусят тебя. Ну, ваш комментарий по матче. Ну, первые минуты вроде пытались оторваться от Старополя, незабитые мячи потери, и счет опять, ну, шли вровень, вот первый тайм, можно сказать, вровень. Во втором тайме Старополь больше ошибался, чем мы, в защите исправлялись, вратарь помогал. Вот поэтому мы оторвались, это точно. Предполагалось, что сегодня вы как-то сэкономите силы перед Еврокубком, но на деле так не было. Ну, мы старались как-то поиграть с 7, поигрались одинаково, чтобы победить силы. Но что-то пытались иноиграть. Ну, и как вы считаете, все-таки после ничейного результата вы что-то поменяли в тайм-аутах, чтобы в итоге получилось плюс 10 в пользу вашей команды? Ну, девочки начали получше играть, держу в обороне, и Саропы начал ошибаться. Вот это все. Виталий Владимирович, ну, после равной игры с Астраханочкой ожидали и сегодня, что будет борьба, но, к сожалению, не получилось. Как вы считаете, это Кубань настолько сильнее Астраханочки, или это наши проблемы? Да нет, ну, первый тайм показал, что можно на равных играть в скупании, в первом тайме сражались. Но, к сожалению, у нас не пошла игра у наших лидеров. Будем разбираться, о чем делаем. Я рад, что те, кто вышел на замену в первом тайме, смогли на равных играть в скупании. Ну, второй тайм, конечно, уже дали возможность. Ну, а чем и работали, что мы хотели. Пытались не дать разбежаться в Кубани. Мы совершали в нападении свои ошибки. Кубань в отрывок забивала нам легкие дела. И отсюда произошел такой отрывок. Будем работать все равно. Конечно, прогресс есть у девчонок. Хотелось бы, конечно, более стабильной игры, как во всем чемпионате, так и на протяжении всего матча. Мы отрезки играем. Очень хорошо, положительно. Тут же бывает 2-3 минуты провал, и потом этот провал очень сложно рекомендировать. А вы больше расстроены из-за большой разницы в счете, либо из-за того, что отдельные игроки просто, скажем так, не вошли в этот матч? Мы больше расстроены тем, что мы не показали то, над чем мы работали. Вот именно в фрунтайме мы сами по своих ошибках дали команде забили столько мячей и сделали такую разницу. Спасибо. Спасибо.